Девушки отдыхают Максимум, плюс эта серия выйдет, возможно, сразу же вместе с пятой, если это шестая, конечно. Я уже в конец запутался, но это на данный момент не столь важно. Важно то, что за кадром я поработал много часов, сидел два вечера и в итоге получилось что-то вот это. Здесь все сделано вручную, разве что холмы я спиливал черепашкой, но тут вот еще осталось недоспиливное. Короче, работа здесь еще не початый край просто. Ну, хочется сказать, что уже что-то есть, уже есть какие-то зачатки подвала. Вот здесь будет подвал. Очищу, облагорожу вот такой пол и прекрасный подвал для кабелей. Дальше вот здесь такой спуск из карпинтерс, ну, из мода карпинтерс-блок. Это асфальт, кстати, установленный на карпинтер-блоке, асфальт продолжает быть ускоряющим. Ну, как вы знаете, асфальт, если по нему бегаешь, он ускоряет, серьезно. Скорость бега увеличивает, ну, туда это на всякий случай заготовка. Вот это путь к моему дому не настроен, и я думаю, не будет настроен, потому что я скоро переезжаю. Итак, база состоит из, по сути, пяти основных блоков. Это Small Stone Bricks. Делаются из обычного гладкого камня. Как вы понимаете, этих самых Stone Bricks мне потребовалось очень много. Из него делается фундамент. Вся база находится на одном уровне, то есть это уровень 79. Но где-то пришлось спиливать холмы, как вот там и еще вот там. А в большинстве мест, допустим, здесь пришлось строить вот такую стену фундамента. Которая полностью состоит из Small Stone Bricks. Разумеется, это из Chisel Mode и из Fig Grid Glass. Тоже из Chisel Mode. То есть это получается стекло с решетками, выглядит очень красиво, по цвету похоже на кирпичики. И, по-моему, очень даже неплохо сделано. Также вокруг дорожек асфальтовых тоже эти же самые маленькие кирпичи. Ну, понятно дело, что здесь используется Carpenter Slow. Дальше. Весь пол сделан из Stone Slabs, которые делаются вот таким нехитрым образом. Из обычных Minecraft стекло слабов делаются как бы уже двойные. С ними удобнее работать просто. То есть никакой разницы нету. Опять-таки это требует... При разрушении выпадают две обычные половинки. Опять-таки это требует огромного количества гладкого, необработанного камня. Что, конечно же, заставляет перерабатывать в очень большом количестве булыжников. То есть все это ресурсы довольно дешевые. Далее. Блок с жутким названием Futuristic Armor Plating with Shining Metal Beats. Короче, это вот такая штука, которая делается на Чизеле путем переработки Futuristic Armor Plating Blocks. Которая делается, если мы посмотрим Futuristic, вот таким незатейливым образом. Железо и восемь камней. Опять-таки гладкий камень. Сейчас я сделаю чуть потише музыку. Потому что немного начала раздражать. И продолжу рассказ. Вот как-то так получилось. Я не знаю, что хорошо или плохо. Но вроде бы нормально. Дальше. В качестве стекла мы используем Borderless Glass. То есть стекло без каемки, так понимаю. Которая... Каемочка все равно есть какая-то. Но суть в том, что это стекло очень даже неплохое. И, что самое главное, оно получается путем переработки вполне обычного стекла. То есть обычное стекло, это, пожалуйста, и Borderless, и, допустим, Figured Glass. А String Glass мне не понравился. Так же, как и, допустим, Screen. Все это как-то странно очень выглядит. Далее. Это Radiant Carb Marble. Не знаю, может быть, не совсем правильно произношу. Но вы видите. Это вот такой резной мрамор. Который делается, разумеется, из сырого мрамора. А мрамора у нас достаточно. Тем более, месторождений довольно много. Их искать несложно. И требуется вот здесь не настолько уж и много. Пока я не решила, с чего буду делать крышу. Но в любом случае я ее сделаю в последнюю очередь. Так же для подвала применяется Huge Cobblestone Tiles. Это... Он получается путем обработки обычного Cobblestone, то есть булыжника. И никаких проблем с этой точки зрения нет. То есть, если не считать мрамор и асфальт, который тоже применяется довольно широко, то здесь все сделано из производных булыжников. Здорово, да? То есть, по сути, это очень навороченная и красивая Cobblestone коробка. Исходные ресурсы те же. С небольшим количеством стекла и даже без крыши. Как вы видите, я сделал примерно половину пола. Почему-то он какой-то пятнистый, если смотреть сверху. Давайте разберемся. В причинах этих пяти. Не знаю, что мне нравится. Вот, допустим, так вот, где я нахожусь. Здесь вообще сплошные пяти. Может быть, что-то такое видит то, что я не вижу. Ну, вот какие-то такие пятна есть. Хотя, вроде бы, сплошная поверхность. Это не столь важно. Это карта. То есть, база получается, ну, как минимум, большая. Вот, красиво или нет, это судить каждому в отдельности. Вам судить, короче. Смотрите, я не знаю, красиво это база или нет. Пока что судить тяжело по-любому, потому что здесь вот такие места присутствуют, вот такие. Конечно, такого не будет. Плюс она тупо сделана процентов на 30-40, не больше. То есть, здесь работы предстоит, конечно, очень-очень много. Я сделаю пол. Скорее всего, придется вручную, потому что надо делать его как можно быстрее. Я сделаю стены, их в любом случае надо делать вручную, потому что тут используются три вида ресурсов. Никаким образом филлером это сделать не получится. А уже потом, когда буду делать подвал и крышу, скорее всего, воспользуюсь филлером. Надеюсь, что филлер работает на энергетических кубах из механизма. Разумеется, все это будет проверено в креативе. В любом случае, время до этого еще есть. А пока что мы отправляемся на старую базу. Ну, во-первых, чтобы начать перенос всего, что там есть, на новую. А во-вторых, чтобы показать, что там изменилось. Хотя, на самом деле, изменений там очень-очень немного. Хотя бы потому, что все ресурсы я тратил только на строительство новой базы, и на старой не работал. Ну да, увеличилось количество печи. Потому что с малым количеством печей не обойтись. Ну, давайте сюда подкинем еще Кобблстоуна. Кобблстоуна у меня, на самом деле, гораздо больше, чем вы видите на экранах. Просто большая его часть. Это был краш игры. Первый за все время. И очень надеюсь, что последний. Итак. Главная проблема с геотермалкой и машинами. Потому что очень не хотелось бы их переносить до того, как, собственно, они переработают все, что могут переработать. Так что пока что они пусть стоят. Может быть, еще поработают. А мы начнем перенос. К сожалению, я забыл взять кожу. Я идиот. И да, наверное, переноса в этой серии не будет. Это не очень интересно. Тем более, что база еще настолько недоделана, что я боюсь тут что-то переносить. Хотя потому что я под открытым небом, а греговские машины не выдерживают нахождение под солнцем. Итак. Давайте лучше сделаем бронзу. 42 бронзы. Отправим куда-нибудь в какую-нибудь печку. Топлю я, разумеется, лавы. Потому что, ну, самый эффективный способ топить обыкновенные печки – это лава. Итак, чем же мы сейчас займемся? Ну, прежде всего, нам требуется... Так, нет, не то. Это роллинг-машин. Конечно же, всеми нами любимая машина для прокатки пластин. Берем железо, далее ковылстоун, булыжник, то бишь, а его-то у нас как раз нет. Ну, не думаю, что это большая проблема. Мы просто берем и делаем вот так. Так, добыча подобного рода ресурсов не составляет проблемы. Ну, я думаю, для поршней нам хватит. Далее нам потребуются доски. Доски у нас есть. Крафт стол мы можем сделать из тех же самых досок. И давайте сделаем... Ну, почему бы не сделать 7 поршней, раз... Количество кобл-стол, булыжника, именно на столько. Кстати, что у нас здесь получается? Энричет айрон. Ну, что ж, возможно, и для него придет время. Но пока что прокатный стан важнее всего. Так, у нас есть прокатный стан. Он работает на билдкрафтовской энергии. То есть, нам понадобится простейший такой вот угольный движок. Для него, разумеется, нужна пара шестернень. А опять-таки каменных, ну, булыжник, ценный ресурс, кто бы сомневался. Хоть и легко добываемый. Вроде бы его всегда много и никогда он больно не нужен, но без него совсем тяжко. Еще. Нам не жалко, это все равно шахты. А в шахте полагается добывать ресурсы. Также здесь нам прекрасно подойдет поршень. Придется вернуть в свое изначальное состояние один кусочек стекла для строительства. Поскольку это строительное стекло не подходит для обыкновенных двигателей. Ну, и обычный паровой, собственно, движок. Так, рычаг. Вот, прекрасно. Это будет рычаг. Запускаем двигатель. Ну, конечно же, он не работает. Просто не на чем. Добавляем туда немного древесного угля. И пока что пусть он работает. Кстати, что самое интересное. Я совсем забыл, что нам этот прокатный стан, в общем-то, и не нужен. Может быть, он более эффективен. Но при этом какой-то особой надобности в нем нет. И так, нам потребуется также переплавить олово. Печка работает жутко медленно. И вот данные ресурсы в пластинопрокатной машине переработать. Так. Здесь многие полезные штуки есть. В принципе, все это было бы интересно со всем этим повозиться. Но пока что нам требуется другое. Как мы видим, геотермальный генератор уже справился со своей задачей. Пыли у меня очень много. Ну, суть в том, что давайте сделаем хотя бы 8 на первое время пластин сверхпрочного сплава Advanced Alloy. Ну, сначала Mixed Metal, а уже потом сделаем Advanced Alloy. И делается это... Данная машина мне больше нравится. Она сильно шустрее. И что мы получаем? Правильно, Advanced Alloy. Сверхпрочный сплав. Также у нас есть Carbon. И Advanced Alloy есть. И, конечно же, нам потребуется обычный машинный блок. Семь кусочков меди. А желательно два обычных машинных блока. Дополнительная микросхема. Так, дополнительная микросхема. Это получается... Ай, ладно. Не будем заморачиваться. И просто снимем ту печку, которая у нас есть. Вот так. Прекрасно. Прежде всего мы делаем обычный машинный блок. А лучше два. Собираем их. И получаем продвинутый машинный блок. Который вместе с медью и обычной печкой дает нам индукционную печку. Итак, что у нас тут с геотермальным генератором? Что бы там ни было, где наша... Так, асфальт нам не нужен. А где наша олова? Оловянные пластины. Мне приходится просто делать все сразу и вместе. Поэтому это, конечно, не очень удобно. И давайте... Ни коим образом из геотермалки выкачать лаву мы не сможем. Но в любом случае перенос будет в последнюю часть. И так, конечно же, индукционку я здесь ставить не буду. Также стоит переработать часть строительного стекла обратно в обычное. Так как вернуть в строительную форму его можно будет в любой момент. То в то же время сделать то, что сейчас сделаю я, можно только с обычным стеклом. Поскольку стекловолокно не делается из каких-то странных видов строительного стекла. Прекрасно. На новой базе мы установим уже данный ресурс. Далее, что хочется сказать. Ну, во-первых, мы зарядим батпак тот же самый. Ну, в любом случае, перенесем в последнюю очередь. Даже если там останется лава. Итак. Стоит подвести итоги того, что мы сделали в этой серии. Серия получилась довольно... Чё-то ты не работаешь уже, штука. Довольно сумбурно и вообще... Какой-то очень... Так. Вот это я сделал зря. Если пойдёт дождь, с другой стороны... Вот так гораздо лучше. Ничего себе. Воронки-то полезные. Итак. Мы сделаем много всего полезного. Не очень понятно, что полезнее, что так себе. Но в любом случае, много всего. Стоит достать отсюда камень. Для последующего продолжения стройки. Так. Выкинуть, допустим, все лишние... Ну, на самом деле... На самом деле, они, конечно же, не лишние, а очень полезные вещи. Но суть в том, что пока что они нам не нужны. И, допустим, начать со строительства пола. Подготовить ресурсы. И, в принципе, эти самые ресурсы можно подготовить уже и на месте. Я думаю, на этом стоит закончить серию. До свидания, уважаемые зрители. С вами был Самогель. Это была очередная серия третьего индустриального лосплея, в которой я показал вам один из первых этапов строительства базы. А также мы создали индукционную печь. К следующей серии, скорее всего, все вещи уже будут перенесены на новую базу. Я, по крайней мере, надеюсь на это, если никаких проблем не будет. И мы уже продолжим с новой постоянной базой. До свидания, уважаемые зрители. Всем удачи. Субтитры сделал DimaTorzok